И да, и нет. То есть, само собой, изнутрясение может провоцировать человек, то есть, как сказали, техногенными различными своими разработками. То есть, помимо, как говорили, нефть, газ, скважин, то есть, бурения, само собой, всё это оказывает влияние на территорию, то есть, на наши недра. И также ещё каменный угольный добыча, то есть, там, открытым способом шахты и так далее. Строительство плотин, то есть, большой объём воды давит на нашу планету, на сушу, поэтому могут возникать какие-то подземные толчки. Но, опять же, это несоизмеримо, то есть, сила нельзя, в смысле, само собой. И намного сильнее происходит то, что, естественно, процесс природы, человек, он не может, получается, сделать, да, соизмеримо по силе землетрясения, в смысле, спровоцировать, поэтому у нас более-менее спокойно. Тюменская область, опять же, как сказали, провалецкие горы, они располагаются относительно недалеко, но уральские горы, они древние, старые, то есть, здесь процесс такой уже горообразования активного давно завершился, то есть, горы уже, можно сказать, разрушающиеся. Чем старше гора, тем она безопасна. Да, тем спокойнее, да, Кавказ, потому что здесь, какая причина? Более молодая складчатость образования, то есть, аравийская плита и так далее, они достаточно недавно, да, в геологической истории случилось, то есть, там, порядка 50 миллионов лет назад. Уральские горы, ну, да, это для истории недалеко, поэтому горы активно, то есть, растут, то есть, происходит, да, их увеличение, там, перемещение, то есть, опять же, сталкиваются, то есть, там, большая энергия. Уральские горы, они намного старше, то есть, здесь уже такие, сильно невозможно у нас. Сколько я понял, для Тюменской области природа такая, все нормально, а вот человек наделает, это уже совсем другая история.